друзья всем привет с вами enjoy smoke меня зовут роман и сегодня мы с вами смотрим на шикарнейшую дрипульку от наших коллег из виволя туча а еще немного про обновленный тандер ребята из виволя клауда наконец-то решили сделать свою дрипку почти два года назад они выпустили свой первый механический мод эль тандер который за все это время обрел немалое количество последователей фанатов и я нахожусь в том же числе потому что camo thunder у меня на сегодняшний день остается одним из основных устройств которым я пользуюсь на ежедневной основе после приобретения тандера многих возникал вопрос что же на него накрутить и вот как раз модулер должен стать логическим ответом и продолжением механического мода эль тандер и так давайте детальнее посмотрим что же интересного нам предлагает виволя туча в своей дрипке mdlr поставляется дрипка в маленькой картонной коробке на которой мы можем наблюдать перечень содержимого и схему атомайзера в разборе открыв коробку внутри мы сразу же находим дрипку как это ни странно сменную базу для нижнего обдува ремкомплект состоящий за рингов и винтов и на самом донышке та самая синяя отвертка которая наталкивает на определенные мысли то что дрипка производится в китае производитель абсолютно не скрывает на коробке прямо так и написано что made in china bad decision in russia но забегая наперед я вам сразу скажу что качество сборки здесь действительно на высоте что же касательно внешнего вида то товарищи извивы решили пойти по пути аскетизма и максимально уделить свое время конструктивным особенностям атомайзера не распыляя свои силы на внешний вид именно поэтому ничего особенного кроме характерного тандеровского пропила на куполе и гравировки логотипа мы не увидим но учитывая что минимализм сегодня в тренде может быть они и не сильно прогадали на сегодня модулар доступна в двух цветовых решениях черная как у нас на обзоре и уже классическая стальная но я уверен что в перспективе цветовая палитра будет только расширяться тело модулара изготавливается из анодированного алюминия и из этого же сплава выполнена и вкусовая дека а вот competition дека уже изготавливается из нержавейки и покрывается золотом как это сделано на том же апокалипсисе в стоке вы получаете 810 дриптип из ультема который сделан по такому принципу чтобы конденсат в нем не скапливался а спускался обратно в деку обдув здесь регулируется путем проворачивания топ кэпа и имеет три разных величины под разную затяжку начиная от максимально свободной и заканчивая практически сигаретной для всеобщего понимания можно привести примеры с чем сопоставимы эти отверстия обдува самая маленькая или мы его называем сигаретное отверстие имеет диаметр в 3 миллиметра и сопоставимо с дот модовской петри среднее отверстие обдува с диаметром в 3 85 миллиметра сопоставимо с обдувом на гуне при двух открытых отверстиях и самое большое отверстие которое больше походит на замочную скважину сопоставимо по количеству забранного воздуха с тем же апокалипсисом у которого по всеобщепринятому мнению оптимальное отверстие для обдува чтобы ответственно навалить а еще кто не в курсе что такое петри садитесь два несколько лет тому назад была такая дрипулька петри от компании дот мод с очень тугим обдувом которая на то время пользовалась действительно немалым спросом стойкам здесь стоит уделить отдельное внимание они просто шикарные такое чувство будто бы их сконструировали специально для таких людей как я которые способны поломать стойки с первой же установки койлов в лучших традициях комп лайфа в модулере установлены антивандальные стойки с титановыми винтами это чисто пацанский вариант чтобы вы ненароком не вшатали свою дрипульку нравится а теперь давайте детальнее рассмотрим в чем же заключается различие между вкусовой и так называемый competition декой ну начнем с того что вкусы действительно раскрываются иначе на нижнебоковом обдуве не зря у дрипульки кеннеди по сей день остается столько фанатов по всему миру в этом и заключается принципиальное различие между двумя базами но одной из фишек модулера который правда я прибег всего четыре раза за две недели его использования это смена деки без переустановки спиралей сами стойки крепятся к основанию деки при помощи двух винтов а для того чтобы поменять одну базу на другую вам всего лишь нужно открутить эти самые винты изъять стойки вместе со спиралями и прикрутить их обратно на новую деку что же касательно установки куэлов то начинать разговор о том что в модулер влезет все чего только пожелает куэл билдерская душа я абсолютно не вижу смысла для себя я на сегодняшний день нахожу оптимальной намоткой на механическом моде под сингл весна 650 трипл фьюзит клептон из 04 нержи внутри обмотанный 01 нихромом сверху ну и конечно же шкурный вопрос рекомендована розничная цена на модулер составляет 3500 рублей или 1600 гривен что ж друзья подведем итог если у вас как и у меня уже есть целый автопарк из дрипок с нижним боковым верхним вариативным обдувом то покупка модулера для вас не станет таким же профитным шагом как для человека который только знакомится с таким типом устройств как дрипке и у которого нет разных атомайзеров с разными обдувами вследствие чего он не может сегодня повязать там боковую дрипку а потом у него поменялось настроение или сменилась направленность ветра и он захотел повязать там нижний основным и главным плюсом модулера является его универсальность и возможность не покупать себе лишнюю дрипку для того чтобы время от времени поводить какой-нибудь там нестандартный для тебя обдув главным концептуальным изменением стала возможность установки аккумуляторов формата 2700 но новый тандыр работает и со стандартным аккумулятором 18650 при помощи специальной проставки при этом по размерам значительных увеличений не произошло новый тандыр выше старого всего лишь на 3 миллиметра визуальные изменения вы все тоже видите сами по моему скромному мнению старый тандыр был намного симпатичный а новый больше похож на фонарик чем на механический мод поэтому если вы еще не успели обзавестись обоймой из аккумуляторов формата 2700 и не планируете в ближайшем обозримом будущем тратить на это деньги то и менять старый тандыр на новый особо не имеет смысла что ж на этом у меня почти все нам остается огласить условия розыгрыша дрипульки сегодняшнего обзора который мы подготовили с вами вместе с нашими товарищами извивали клауд условия максимально просты первое вы должны быть подписаны на этот канал второе вы должны поделиться этим роликом в любой социальной сети со своим другом третье подписаться на группу эль тандыр вконтакте ссылку на нее я оставлю в описании и последнее оставить любой комментарий под этим видео что ж на этом у меня все результаты розыгрыша уже в следующем видео по сложившейся традиции а на этом всем спасибо пока